Добрый вечер, Гомель. Меня зовут Наталья Волонец и я очень рада приветствовать всех вас, дорогие друзья, на телеканале Беларусь4. Напоминаю, что это прямой эфир. Телефон в нашей студии 34 22 43. Всегда будем рады вашим телефонным звонкам. Конечно же, каждый из нас, наверное, мечтает в эти знойные летние дни оказаться где-нибудь поближе к водоему, остынуть, так сказать, после жарких будней. Вот очень интересно, как вы, скажем так, спасаетесь от жары, звоните в студию, пишите в вайбере, нам очень нужны ваши секреты. Ну а мы, дорогие друзья, предлагаем вам все-таки, наверное, не ограничиваться только пляжем, а разнообразить свой выходной досуг, тем более, что в июне на Гомельщине планируется много интересных культурных проектов. Вот взять хотя бы любопытную премьеру спектакля «Забыть Герострата». Дело в том, что в эти дни этот спектакль репетируют на сцене Гомельского областного драматического театра, и вот совсем скоро состоится премьера, и у нас есть два пригласительных билета на премьерный спектакль на 22 июня. Да, действительно, это такой прекрасный подарок для победителя нашего конкурса. 34-22-43, звоните, ждем ваши ответы. Вопрос конкурса звучит сегодня, ну, конечно же, согласно, скажем так, сюжету этого спектакля. Итак, какое единственное чудо света античного мира сохранилось до наших дней? 34-22-43, напоминаю вопрос. Какое единственное чудо света античного мира сохранилось до наших дней? Разыгрываем два пригласительных билета на премьерный спектакль на 22 июня. Спектакль называется «Забыть Герострата». Ну, а сегодня у меня в гостях, конечно же, непосредственно участники этого события. Я хочу представить гостей в студии. Итак, режиссер премьерного спектакля «Забыть Герострата», профессор Государственного специализированного института искусств и Российского института театральных искусств ГИТИС, заслуженный деятель искусства Российской Федерации Вячеслав Крючков. Добрый вечер, Вячеслав Сергеевич. Очень рада, что вы нашли время для наших зрителей. Сегодня у нас в гостях, дорогие друзья, актер Гомельского областного драматического театра, заслуженный артист Республики Беларусь Юрий Фейгин. Юрий Михайлович, мы очень рады видеть вас в нашей студии. Спасибо, что пришли к нам. Пресс-секретарь Гомельского областного драматического театра Владимир Ступинский. Добрый вечер. Я думаю, что вы с ним поделитесь планами драматического на лето. Расскажете нам о гастролях. В общем, а вы знаете, у нас есть такая добрая традиция. Обычно гости в этой студии в самом начале пятничного эфира делятся своими планами на выходные дни. Вячеслав Сергеевич, вот какие у вас планы в эти жаркие 30-градусные выходные? Чем будете заниматься? Найти уголочек, спрятаться в тени. Потому что такой жары я просто не ожидал. В Гомеле, будучи давно, прожив здесь 10 лет, я просто не встречал такой жары. Сейчас очень жарко у вас. А есть у вас какой-то рецепт, вот как вы боретесь с жарой с этой? Знаете, я как-то не обращаю на нее внимания. А, вот, хороший, кстати, рецепт. Я начинаю, ну, так я как-то уж начинаю прям мокнуть сразу, иду, но все равно хожу пешком. О! Вот это, я считаю, что самое хорошее. Несмотря на погоду. Особенно в парке, который напротив театра, там просто прелестно. Дмитрий Михайлович, у вас есть какой-то рецепт? Как вы спасаетесь от жары? Поделитесь. Ну, от жары, во-первых, я жару переношу легче, чем холод. А, во-вторых, очень удобно. Я живу рядом с театром, а в театре всегда прохладно. Огромное каменное здание, там прохладно всегда. Это, кстати, прекрасная мысль. Дорогие друзья, вот один из рецептов, да, как спастись от жары. Нужно прийти на спектакль. По крайней мере, да, там прохладно, еще и как увлекательно и интересно, на самом деле. Мне подсказывают, у нас есть телефонный звонок, может быть, это телезритель, который хочет выиграть билеты на премьерный спектакль. Напоминаю, дорогие друзья, мы разыгрываем билеты в наш Гомельский областный драматический театр на премьеру «Забыть Герострата» на 22 июня. И вопрос нашего конкурса звучит так. Какое единственное чудо света античного мира сохранилось до наших дней? Добрый вечер, вы в прямом эфире, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте мы с вами познакомимся. Как вас зовут? Наталья. Наталья, ну, вы в театре нашем давно были? Да, достаточно давно. Вот, значит, у вас сейчас все шансы как бы насытить свой культурный досуг очередным походом в театр на действительно замечательную премьеру «Забыть Герострата» на 22 июня. Итак, повторяю вопрос. Какое единственное чудо света античного мира сохранилось до наших дней, как вы думаете? Если мне не ошибается, не изменяет память, то это в Египте пирамиды Хеопса. Вы, наверное, бывали в Египте. Вы знаете, вы только что выиграли пригласительный билет на премьерный спектакль на 22 июня. Так что ищите себе спутника и вперед. И, кстати, от вас действительно еще совет нужен, секрет какой-то, как вы вот справляетесь с жарой. Все бегом на речку. Ну что ж, там и увидимся на пляже. Спасибо вам большое. Ну вот так вот, очень быстро, очень быстро наши зрители, да, уже планируют, собираются, как говорится, гладят платье, да, и собираются нам прийти на премьерный спектакль. Ну что ж, совсем скоро мы вернемся к этому вопросу. Хотелось бы несколько сообщений от наших зрителей, кто как спасается от жары. Юлия, холодное молоко в течение дня помогает нашей телезрительнице. Кстати, я тоже люблю холодное молоко, когда жарко. Попробуйте. Хорошая штука. Ольга, спасается от жары с вентилятором в обнимку. Ольга, вы не единственная такая, да. Открытые балконы, вентилятор и холодный квас. Это секрет Руслана. Елена, наша телезрительница, собирается в аквапарк. Елена, вы просто нас дразните сейчас своими планами. Ну а вот у Анны, у нее просто вообще какой-то креативный секрет, как спасаться от жары. Мокрый хвост на голове помогает, пишет наша телезрительница. Ну вот мужчина, мужчинам сложно понять. Юрий Михайлович, берете волосы после душа, закручиваете мокрый хвост и не сушите. А мы и так, и так мокрые. В общем, спасибо, дорогие друзья, за ваши действительно такие интересные советы. Мне вот интересно, Вячеслав Сергеевич, вот если бы не репетиции в выходные дни, вот какой у вас, скажем так, идеальный выходной для вас? Это что? Вы знаете, обычно я куда-то, у меня несет куда-нибудь съездить, посмотреть что-нибудь такое. Вот когда я приехал даже вот сюда, я искренне говорю, что я отсутствие 30 лет, ну больше даже, я поражен красотой города. Мне очень он понравился, напомнил какой-то итальянский город. Вот как будто я шел, мне кажется, что вот здесь рядом море. Ну, учитывая, что вы объездили полмира, вам есть действительно с чем сравнить. А есть любимые места в нашем городе для вас? Да. Что это? Ну, во-первых, это театр прежде всего. Вот так. Да, это понятно. В котором и прохладно там, и хорошо, и работает сразу хорошо. И второй, замечательный парк Паскевича. Просто изумительный. И вот эта вот церквушка, которая, она у меня сегодня, я к ней каждый раз подхожу. Иду в театр и подхожу к церквушке. Вот это вот, она такая просто замечательная. Ну что ж, дорогие друзья, после рекламы мы узнаем все подробности премьерного спектакля «Забыть Герострата», который стартует в Гомеле уже через неделю. Так что оставайтесь с нами. Дорогие друзья, мы продолжаем прямой эфир на телеканале «Беларусь-4». И сегодня, как обычно, в пятницу, программа «Добрый вечер, Гомель» поможет вам, ну, скажем так, наладить культурный семейный досуг. Напоминаю, 21, 22 и 23 июня в Гомеле ожидается большая премьера спектакля, любопытного спектакля «Забыть Герострата». Этот спектакль в эти дни репетируют артисты Гомельского областного драматического театра. Такие напряженные, горяченькие деньки, можно сказать. И вот сегодня у нас в гостях непосредственные участники этого проекта. Вот давайте мы об этом поговорим. Вот «Забыть Герострата», да? Ведь, если я не ошибаюсь, поправьте меня, эту пьесу на гомельской сцене должны очень хорошо помнить зрители 70-х годов прошлого века. Да. Ведь это была первая тогда постановка, именно ваша постановка. Ведь вы тогда были главным режиссером в 70-м году нашего театра. Все верно? Да. И вот мне что интересно, Вячеслав Сергеевич, расскажите, вот почему именно сейчас вы решили поставить именно этот спектакль? Ведь было же много разных спектаклей в вашей гомельском вот этом отрезке. Да, за 10 лет было много спектаклей. Да, а почему именно этот выбрали сейчас? Вы знаете, мы, может быть, вначале и говорили про несколько, перебирали таких вот пьес. Вы знаете, что театр готовится к серьезной дате. Восьмидесятилетие. К своей юбилейной, да. И вот, так сказать, подумали про энергичных людей, Шукшина. Но несколько время ушло. Вот есть спектакли, которые, так сказать, временно немножко... Никто сейчас не поймет в энергичных людей, там самые богатые люди, которые покрышками торговали. И тогда, в то время, покрышки были действительно... Это такой дефицит, и они были очень богаты. Если сейчас сказать, что они на покрышках нажили, что не поймут. Смешно, смешно. Очень актуально. Вот мне интересно. А давайте напомним зрителям сюжет. Не все, наверное, помнят эту пьесу. Вот самое главное, что? Какая идея у них? Вот базарный торговец, грек Герострат, решил прославиться. И, так сказать, так как он разорился, ничего не мог делать. Он такой... И решил поджечь храм, якобы для того, чтобы себя прославить. Причем храм Артемиды, одно из чудес света. Да, одно из чудес света. И он, так сказать, все это сделал. И потом он же начинает вовлекать свою теорию. Теория его одна самая, так сказать, современная. Она будет, по-моему, еще сто лет звучать. Делай, что хочешь, богов не боясь и с людьми не считайся. Этим ты славу добудешь себе и покорность. Вот это его теория, которую он продвигает среди людей. Начиная с тюремщика, с мелких людей, доходя до самого высшего. Они точно так же поступают, как и он. А почему вы считаете, именно сегодня этот его девиз, Герострат, так актуален? Почему? Потому что, именно в пьесе говорится о том, что Герострат будет появляться каждый период. Почему? Потому что, говорит, он стремится захватить власть. От этого появляется, вот потом появился фашизм. А сейчас, в настоящее время, ИГИЛ, где Бен Ладен, это повторяется. Это те же люди, которые делают, что хочешь. И очень много и в Европе, и по всему миру. Опять возникает, так сказать, движение фашизма. Ну, у вас на афишах очень интересная такая подача, многие зрители это заметили. Знаки припинания, так интересно, не все просто знают об этом. Забыть вопрос, Герострата многоточие. Вот это, это как раз наше нос. Если бы Горин был жив, я бы его убедил. Мы встречались как-то, так сказать, давно еще до... Почему? Потому что забыть или не забыть. Раньше все время говорили, забыть Герострата. Нет, нельзя это забывать. Нельзя забывать фашизм. Нельзя забывать вот эти вещи. Почему на сегодняшний день? И идет вот эта борьба во всем мире, что забываются вот эти вот... Забывается зло, вы хотите сказать? Зло, которое делается, оно повторяется. Забытое зло возвращается просто. Естественно, да. И поэтому... Я просто, я считаю, что правильно забыть вопрос... Забыть или не забыть? Я считаю, что убийцы, маньяки, поджигатели и прочие, так сказать, отвратительные выродки рода человеческого, они должны быть все-таки безымянны. Это мое глубокое мнение. Безымянны. Спасибо, вот такое откровенное мнение, очень интересное. Потому что вот часто, вот упоминания, мне даже не хочется, вот недавних серийных убийств, смакования на телевидении. Этим самым мы как-то стимулируем, вроде как поощряем еще, так сказать, не совершивших, но склонных к этому людей, больных, порочных. А с другой стороны, забывая их, да, мы забываем о тех злодеях, вы должны помнить. Мы должны не забывать их поступки мерзкие, но имена, я считаю, они должны быть прокляты и забыты. Вот приблизительно так происходит на репетиции сейчас? Не так. Актеры не спорят с вами, как с режиссером? Я не позволяю. Он не позволяет. Он достаточно волевой постановщик, да. Но у нас, значит, нет, диктата мало. Но он так выворачивает свое мнение, так, что ты всегда приходишь к согласию. Это один из тех редких случаев, когда мне нравится и ваше мнение, и ваше мнение. Не то, что нравится, я где-то соглашаюсь и с тем, и с тем. Когда у нас был первый застольный период, мы обязательно, сидя за столом, выясняем свои определенные позиции. И я говорю о том, что вот здесь вот такое-то мне хочется от этого, так сказать, сакцентировать, вот на этом остановиться. А потом вместе... В этом и есть элементы актерского и режиссерского содружества, когда потом уже процесс репетиции. Мы и поспорим иногда. Бывает так. Вот скажите мне, Вячеслав Сергеевич, а что бы вы хотели, чтобы зритель понял, вынес, может быть, после этого спектакля? Вот зачем? Как вы это видите? Вы понимаете, вот что, я сейчас не только об этом, что меня беспокоит вообще сегодняшний театр. Сегодняшний театр несколько проигрывает. По сравнению? По сравнению с эстрадой. Я всегда говорил, но это и не моя, так сказать, точка зрения. А вы сейчас про российские театры или белорусские? Я говорю про мировые вообще театры. Они стали, потому что на первый план вышла эстрада. Шоу-бизнес, шоу. Шоу, деньги, вот это вот. Сейчас театры мало потрясают. Раньше они заставляли, я вспоминаю, я говорю, я работал у Георгия Александровича Тустоногова, я считаю, один из лучших российских театров. Беликий театр. Когда выходили после спектакля, люди, кто-то плакал, кто-то ходили, задумавшись, действительно, они поднимали проблемы, большие проблемы, на которые был заинтересован зритель. Это делал и Марк Захаров, так сказать, вот, собрав свой коллектив. А в настоящее время театр немножко сдал свои позиции. Мне такое ощущение, что вы подбираете слова. Если бы можно было, вы бы, наверное, еще как-то жестче, наверное, сказали, да? Может быть, но не то, чтобы, так сказать, в чем, так сказать, театр. Я считаю, что немножко проигрывает школа театральная, которая воспитывает актеров, которые не переходят в образы. Это называется. Я в предлагаемых только. Я в предлагаемых обстоятельствах. Это первый курс института. А вот дальше, раньше актеры были, сегодня он играет Гамлета, завтра он играет старика, какого-нибудь луку на дне или еще что-нибудь. Так сказать, разные образы. Многогранный. Ага, мой учитель, он, Захал Борис Евгеньевич, он говорил о том, что вот эта формула должна для актера быть самой главной. Это стать, быть самим, в то же время оставаясь другим, находясь в другой шкуре, быть самим собой. Дорогие друзья, вот вы не поверите, ведь на самом деле сегодня происходит очень уникальное событие. Вячеслав Сергеевич приехал в Гомель после многолетнего перерыва. Когда-то, очень давно, на мой взгляд, очень давно, для вас недавно, когда-то, в 70-х годах, 10 лет, Вячеслав Сергеевич руководил нашим, был главным режиссером нашего Гомельского областного драматического театра. Мы приготовили для вас сюрприз. Вам будет это действительно очень неожиданно. Давайте посмотрим на экран. Давайте. Сегодня в жизни нашего театра большой праздник. Мы открываем 41-й сезон. В этом году вся страна готовится к встрече 26-го съезда партии. Коллектив нашего театра также все силы отдаст для того, чтобы к этой дате поставить спектакль. Интересный, яркий. Таким спектаклем будет пьеса Анатолия Галиева и Якова Толстого рядом с Байконуром. Кроме того, мы создадим специальную афишу, посвященную съезду. В эту афишу войдут такие пьесы, как «Версия Штейна», которой мы открываем нынешний сезон, а также «Мы, ниже подписавшиеся» Гельмана и «Живи и помни, Распутин». В этом сезоне зрители познакомятся с таким драматургическим материалом, как классические произведения Шиллер, заговор Фиеско в Генуе. Кроме того, коллектив нашего театра готовит к постановке пьесы Антона Павловича Чехова, «Платонов. Пьеса без названия». На самом деле, очень трогательный момент. Я вот смотрю, на вас произвело впечатление все-таки. Какой-то дядя другой. Да ну, мы вас сразу, кстати, узнали. У меня другой цвет. 79-80-й год. Во-первых, мы узнали весь репертуар практически, что тогда было. Во-вторых, мы узнали для чего. Это все вот съезд, партия. Вот не знаете, что хотелось найти бы афишу спектакля «Забыть Герострата» 1974 года, но у нас вот как-то не удалось, не удалось. Потому что сейчас афишка, конечно, такая уже совершенно другая. А вот мне интересно, Юрий Михайлович, вы видели в 70-х годах, он же долго шел этот спектакль «Забыть Герострата». Я смотрел, но я тогда был студентом театрального института. Приехав на конец, я его посмотрел. И не один раз его смотрел. Вы помните вообще? Да, да, очень хороший исполнитель Герострата был заслуженный артист Белоруссии Дашков, Женя. А сегодня кто будет у нас исполнять Герострата, вот этого главного злодея, который все-все разрушил? Андрей Шедловский. Молодой наш, в принципе, такой популярный. И актер, и режиссер. И режиссер тоже. Вот очень много в Гомеле режиссеров. Да, да, многие учатся. Ну, открылось заочное отделение, поэтому... Сомещают. Да, очень много. Каждый актер сегодня хочет видеть, да, и ставить. Кстати, Юрий Михайлович, а у вас какая роль в премьерном спектакле «Забыть Герострата»? Я играю Крисипа, Ростовщика, такого героя 30-х. Но я так считаю, я его так прочитываю, он такой теневой. Теневой такой. В смысле? Тип судеб. Он держит город. Он всего лишь ростовщик, торгует лесом, кожей, зерном, рыбой. Но в самом деле он, так сказать, держит всех, весь город, всех правителей в своих руках, благодаря своему денежному, финансовому могуществу. Вот так я его понимаю. А с виду он такой ласковый, такой неактивный, милый. Вот мне нравится, если я правильно понимаю все, то вы принимали в 70-х годах Фейгина в театр драматический. Это вы дали ему тогда работу, и мы должны вас благодарить за такого артиста, который, в принципе, украсил культурную жизнь гомичную вообще в Беларуси. Вы помните его, когда он пришел к вам устраиваться? Он взял меня без всякого показа. Как? Увидел, да, я не показывал. Он меня увидел, сразу сказал, вот мой, мой актер. И сразу дал мне главную роль. Это что был за спектакль? Как вернуть мужа. Подождите, это не это спектакль, вы 600 раз играли? 567. Мэйо и Энакин я сыграл. Как вернуть мужа. Хотя менялись очень многие жены. У меня были две-три жены, служанки, полисмены, прачки. А я один был. Я там чуть не свихнулся. 567 раз. Можете представить? Вы зато знаете все секреты, как вернуть мужа, по крайней мере. Ну, да, действительно. Вот очень важно мне, знаете, когда тот период, он у меня засел просто в сердце, были прекраснейшие актеры, индивидуальные. Я хочу попросить режиссера показать видео. У нас есть просто видеокадры 79-го года, как просто проходит репетиция и готовится. Вы будете смотреть, может быть, кого-то узнаете, может быть, действительно вспомните. Вот пока мы ищем это видео, рассказывайте, каким же был театр тогда? Были замечательные актеры, такие как Цурбаков старший, ну и сын тоже хороший. Когда актеры выходили смотреть на него, как он каждый раз, он появлялся новый, он неожиданный. Он настолько, так сказать, заражал, это было, ага, вот пошли у этого. Вот, директор Татьяна Тихон-Каркова. Недавно ей ответили 90-летие. Это Бартосик, режиссер, которого я пригласил сюда. Вы вместе с ним сотрудничали тогда. Да, мы вместе учились в одном институте. Вот, Кристина, наша помощница. Помните всех? Да. За труппой она сейчас. Корнеева, заслуженная артистка. Народная была. Народная. Народная она уже потом, да. Вот, очень много. Вы знаете, был такой конгломерат индивидуальностей, то, чего хочется сейчас в театре. Ушло, можно я вставлю, мне кажется, что в современном, не только в Гомельском театре, я вот наблюдаю другие театры, ушел из театра какой-то, какой-то, какой-то трепет, трепет. Среди труппы, среди отношения к профессии. У зрителя он тоже ушел. И вот, я говорю, очень мило. Время поменялось, темпоритм поменялся. И украло вот это. Вот смотрите, вы говорите, что сегодня шоу модно, зритель-то выбирает и диктует, в принципе, этот спрос. Ну, то есть, там не надо думать, там, понимаете, в театре все-таки, хотя я уже не думаю, что если раньше вот нам внушали, что театр это капитра знаний, сейчас это уже не капитра. Сейчас люди уставшие от работы, от бизнеса, от суеты, от личных невзгод, и они приходят просто хотят отдохнуть, развлечься, отдохнуть. Ну, вы знаете, вечные ценности никто не отменял. И если мы говорим про гирострата, да, как какой-то прообраз зла, то в любом случае постановку можно сделать так, как делали в 74-м, постановку можно сделать с какими-то эффектами, которые присутствуют в эстраде, грубо говоря. Можно найти разные варианты. Вот вы какую? Вот вы какую делаете постановку? Классическую? Я все время ставлю перед собой задачу. Зачем сегодня? Хорошая задача. А можете ответить? Это могу, конечно. Одно из, так сказать, пороков человечества, мне кажется, это правит еще и наглость человеческая. И он говорит, вот эта наглость, которая... Есть очень талантливые люди, скромные, которые не знают их. А вот наглость захватывает позиции, захватывает определенные правящие круги. И поэтому вот это вот ведет к катастрофе. Ведет к неправильному... Вот это как на сегодняшний день я вот это вот просто... Это так же, так сказать, никого не... Вы знаете, пользуясь таким вот случаем уникальным, что вы сегодня вот в гостях на Добром Вечере, и у вас огромный-огромный режиссерский такой груз за плечами, да? Вот мне очень интересно, я очень хочу получить откровенный ответ. Вот вы делаете это все всегда, вот постановки, спектакли, работа. Вы для чего это делаете? Для какой-то коммерческий успех важен? Какая-то самореализация или всеобщее признание? Вот только подумайте и скажите честно. Да все вместе, наверное. Вы понимаете, коммерции сразу исключаю. Что касается самовыразительности, это один из пороков режиссуры на сегодняшний день. Когда режиссеры вдруг начинают самовыражаться. Когда берут произведение классическое, хотя классики сейчас совсем мало, но классическое и делают ее по-своему. Вот это вот... Тогда признание значит? А? Тогда признание значит важное? Важное? Важное... Или что? Да, наверное, все в комплексе. Лишь бы, так сказать, в комплексе, лишь бы блеснуть чем-то. Я делаю это. А ради чего это делается? А вы ради чего это делаете? Я? Для того, чтобы не было гадости и подлости. Вот, например, данным спектаклем, чтобы не лезли нахалы вперед, не было вот этого вот возрождения фашизма, не было вот этих вот... Чтобы люди нормально жили. Как же против этого не восставать? Даже там один из положительных героев, Архонт, который, так сказать, стоит за правдой, он ошибается. Он говорит, я хочу все время их забыть. И там персонаж и говорит, в этом твоя главная ошибка. Ты хочешь их просто забыть, а забыть это значит простить, уйти в сторону от этого. Нет. Вот, Юрий Михайлович, вот вы когда узнали, что забыть Герострата, ну, скажем так, будут реанимировать, да, и именно этот режиссер. Конечно. Вы вспомнили сразу 70-й год, правильно? Я вспомнил, а у меня сразу... Я обратился, чтобы представиться... Да, вот что вы почувствовали. Я почувствовал, чтобы представиться возможность еще раз встретиться с очень хорошим, милым, замечательным режиссером, светлым человеком. Кстати, все его спектакли, и Герострат, и «С любовью не шутят», и «Горе и слава», и «Шукшинский» энергичный, энергичный... Последний парад там... Они шли не менее 10 лет каждый, они все долгожители, так что думаю, что наш только. Еще мне мысль, то что очень хорошее распределение было. Я встречусь опять со своими коллегами, с Владом Караком, с Бычковым, с Люсей Корховой, с молодым Андреем, понимаешь, вот он с первой же репетиции почему-то меня очень убедил, хотя я поначалу думал, ну так как-то слишком неравновато ли, а сейчас смотрю, да, с Настей Задориной. А вы вообще ревностно относитесь к молодым актерам? Ну скажем так, ну критично сразу? Критично, да. Или более раскрытой душой? Ну понимаете, да, я думаю, им обижаться на меня нет, но дело в том, что у них много, ну опять я говорю, вот от той же трепетности ушла, я сравниваю нас и их, понимаете, но дело еще тут в чем, что все-таки мы все были стационарники, попасть на Крошский факультет, это было крайне, был один вуз, когда я поступал на четыре республики, Литва, Эстония, Латвия, Белоруссия, наш один был вуз, вот, а сейчас у них появилось такое так называемое заочное обучение, против чего я все это, я говорю, ну как можно, на врача можно научиться, нет, на пилота, самолета, нет, а артистам почему-то можно, заочно закончить. А мне это интересно, а каким вы видите театр будущего? Трепетным, как я уже говорил. Хорошо, но это содержание, а форма же должна быть какая-то, чтобы... Форма то, против чего я сейчас вот это, чтобы наконец я полюбил театр, театр это когда есть диалоги, когда сюжет, когда драматургия, а нету чего-то такого из пальца высосанного, какие-то топы, прихлопы, нет никаких чувств, понимаете, все как это, да, я смотрю, да, здорово, мило, знаете, как-то, но оно меня не цепляет, не волнует, а волнует диалог, волнует конфликт, пьеса, драматургия, а сейчас, оказывается, можно обойтись без этого, можно, понимаете, раскидывать камешки, фу, и все говорят, боже мой, я это называю, знаете, как, вот канаты, камешки, фу-фу, я называю это зашифрованная пустота. Юрий Михайлович, вы мне, я вас вообще люблю на сцене, но когда вот вы так воспринимаете, даже мой обычный вопрос, я вас обожаю, спасибо, я вас обожаю, да, действительно, вот когда на сцене играет Юрий Фейгин, мне кажется, даже не важно какой спектакль, надо срочно бежать в театр, а тут еще и забыть Герострата, да это вообще, мне кажется, что это удивительно. Дорогие друзья, 21, 22, 23 июня в Гомеле большое культурное событие, действительно уникальный спектакль, уникальный режиссер, интересная подача, я надеюсь, и действительно наши любимые актеры. Все это в Гомельском областном драматическом театре, спектакль «Забыть Герострата». Кстати, еще один спектакль, побуждающий быть добрее, предлагает на соцзрители белорусские звезды отечественного и российского кино. 19 июня в Реческом дворце культуры будет показана мистическая комедия «Показ стоит, пусть стоит» по мотивам известной пьесы «Трое на качелях». Афиша обещает, что зритель не раз улыбнется и обязательно поддастся мистическим настроениям персонажей пьесы. Ну а о других, дорогие друзья, о других событиях выходного дня мы расскажем сразу после рекламы. Добрый вечер. Гомель на «Беларусь-4» продолжается прямой эфир. Телефон нашей студии 342243. Вы знаете, дорогие друзья, чтобы лето все-таки не прошло зря, надо, конечно же, хорошо к нему подготовиться. Ну, например, спланировать в субботу и воскресенье, чем мы и занимаемся сегодня в прямом эфире. Ну, вот у нас пока в студии комфортно спасать кондиционеры, но с ужасом представляем, как мы выйдем после эфира сегодня на улицу. Думаю, такой же вопрос задаете и вы себе. Очень интересно, как вы планируете вообще спасаться от жары в эти выходные. Звоните в студию, пишите в Вайбере. Ну, а я пока расскажу, куда же можно пойти после пляжа в эти жаркие дни. Итак, завтра, 15 июня, в сквере имени Громыка весь день будет работать выставка изделий ручной работы гомельских ремесленников. Вот для любителей хитов в жанре шансон и золотой шлягер завтра, 15 июня, в центральном парке городского поселка Корма состоится настоящий праздник шансона. Организаторы обещают не только любимые песни, но и аттракционы, сладкую лату и попкорн. В общем, мероприятие на выбор, что называется. А вот Ветковский центр культуры и народного творчества приглашает всех на 8-й открытый районный праздник Троецкий караход на Ветковщине. В летнем амфитеатре 16 июня в 12 часов дня, дорогие друзья, будут выступать фольклорные, народные коллективы, частушечники, гармонисты, а также планируется выставка декоративно-прикладного искусства, игровая программа и праздничная торговля. Ну, а я напоминаю, что сегодня у нас в гостях представители Гомельского областного драматического театра и гости из России. И мы сегодня готовимся, обычно закрывается театральный сезон, а у нас он в самом-самом пиковом состоянии. И прямо сейчас, дорогие друзья, мы будем разыгрывать пригласительные билеты на гастроли, если не ошибаюсь, Брянского, да, Владимир? Брянского театра. Вот сейчас расскажем, когда это все состоится, а пока вопрос нашего конкурса. Итак, дорогие друзья, как же назывался храм, который разрушил Герострат? Если вы были внимательны, даже если не знаете это произведение, то сегодня название храма звучало в нашей программе. 34-22-43 разыгрываем пригласительные билеты на спектакль, на гастрольный спектакль Брянского театра, который скоро приезжает к нам в Гомель. Как назывался храм, который разрушил Герострат? Напоминаю, это все из пьесы Горина «Забыть Герострата». Итак, в гостях у нас сегодня заслуженный деятель искусства Российской Федерации Вячеслав Крючков, заслуженный артист Республики Беларусь Юрий Фигин и пресс-секретарь Гомельского властного драматического театра Владимир Ступинский. Владимир, ну, мы так пытались вместе поговорить, да, ну тут же Аксакалов, вы же сами понимаете, да. Когда говорят боги... Да, можно и так сказать, в принципе, да. Ну, давайте поговорим о других вот еще летних премьерах. Что все-таки ожидает гомельского зрителя в этом сезоне у нас? Премьерах или гастролях премьер? Давайте начнем с премьер. Я знаю, что у вас это не единственная премьера «Забыть Герострата». Да, у нас на самом деле окончание сезона выдается как никогда напряженным и богатым на премьеры. Мы сами не ожидались атаковать от себя. Начинаем мы с Вячеславом Сергеевичем Геростратом. Наш премьерный, так сказать, фейерверк. А 4 июля у нас наши юные зрители получат подарок. То есть это сказка, посвященная безопасности дорожного движения. Вот мы с Юрием Михайловичем уже посчастливилось ее видеть, сдачу, худсовет. Современная сказка? Да, современная сказка «Спасите Мигай Светофорыча». Вот, музыкальная, веселая, я думаю, что вот... То есть дети будут в восторге? Я надеюсь, что да. Вот, но это только начало июля. Дальше у нас середина июля. Середина июля, 12-13 июля у нас еще одна молодежная премьера. У нас ставит очень интересный молодой человек. Дипломник Гитиса, выпускник мастерской Виктюка и Левитина, ну и минчанец, сам парень, Данил Филиппович. Такая пьеса «Рыба моей мечты» по пьесе Елены Исаевой про мою маму и про меня. И мы надеемся, что, в общем-то, это будет интересно. Там и тема любви, и тема воспоминаний, возвращения в свою юность, да. Тема предательства и прощения предательства через любовь. Это все сделано очень современной такой... Такая близкая для... Для молодежи, я надеюсь, что не только для молодежи, в общем-то, там есть над чем подумать всем. И мы и на этом не останавливаемся. А в отпуск идете в этом году? Я уже не уверен. Трупа драматического. Я уже не уверен, что мы идем в отпуск. Но 30-31, вот у нас уже состоится официальное закрытие сезона, когда... Июня. Ля. Июля. Да, то есть вот Даниил выпускает «Рыба моей мечты». И 30-31 июля у нас есть такая традиция, когда последний спектакль, заключительный спектакль сезона, выходит вся труппа на сцену, и все хором говорят «все». Такая традиция. Да, такая традиция, да, выкрикнем «все». Но выкрикнем «все» мы тоже на премьере режиссера, российского режиссера, тоже заслуженного деятеля искусств Российской Федерации, Михаила Мамедова. Он худрук Великого Новгорода театра. Наши гамильчане знают его по женскому счастью Улицкой, по незамужней женщине. Но вот здесь мы оставим, наверное, небольшую интригу, и название спектакля наши зрители узнают чуть-чуть позже. Буквально там полмесяца осталось подождать, и я думаю, что на афишах уже, на сборных репертуарных, название появится. Ну что ж, мы ждем, во-первых, афиши, во-вторых, мы ждем действительно премьерные спектакли. Дорогие друзья, мне кажется, это жаркое, знойное лето. Действительно, если задаться целью и, скажем так, прохладиться на спектакле в нашем драматическом театре, да еще и культурно как-то обогатиться, это дорогого все-таки стоит. Кстати, разыгрываем, напоминаю, пригласительные билеты на гастроли, сейчас об этом тоже поговорим, Брянского театра. Я напоминаю вопрос нашего конкурса, как назывался храм, который разрушил гирострат, мне подсказывает, что есть телефонный звонок. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Добрый вечер. Добрый вечер. Как познакомиться нам с вами, как вас зовут? Ирина. Ирина, очень приятно. Скажите, у вас сейчас там жарко на улице? Очень. Жарко. Как вы вообще спасаетесь от жары? Поделитесь. Сквозняками. А, сквозняками, ну это опасно несколько? Опасно, но выхода нет. Выхода нет, ясно. Ну что ж, спасибо. Ну, давайте попробуем, может быть, действительно выиграть сейчас пригласительные билеты и сразу вот в прохладный зал драматического отправитесь в ближайшее время. Итак, как назывался храм, который разрушил гирострат? Если я была внимательна при просмотре передачи, то это храм Архимиды. Я слышала это название. Ну, вы знаете, вы правильно ответили на вопрос нашего конкурса. Очень жаль, что вы не знаете эту постановку, поэтому вам обязательно надо сходить на премьерный спектакль. Я планирую. Забыть гиростраду, вы поверьте, не пожалеете. Но в любом случае билеты на гастроли Брянского театра вы уже выиграли, мы вас поздравляем. Ну а теперь для наших зрителей. Да, что ж такое вообще храм Артемиды в Эфесе? Это одно из семи чудес античного мира, чудес света античного мира. Находился он в греческом городе Эфесе на побережье Малой Азии. В настоящее время, кстати, это турецкий город, называется Сельчук. Да, этот первый такой вот крупный храм был сооружен в середине VI века до н.э. сожжен гирострадом в 356 году до н.э., кстати, вторично восстановлен и в III веке вообще разграблен Готами. Вот такая вот интересная судьба, кстати, вот такая интересная судьба у каждого, хочу сказать, из семи чудес света. Ну что ж, мы разыграли пригласительные билеты, так что ожидайте зрителей. Да, вы знаете, вообще на самом деле хотелось бы, чтобы сейчас рассказали про гастроли, потому что обычно летом к нам же приезжают гастролеры, театры из других стран. Кого ждем в этом году? Я уже сказала, что это Брянский театр. Брянский театр, он привозит, они приезжают на гастроли не на один день. У нас четыре гастрольных дня, Брянский драматический театр. Значит, открываются они такой бойной-забойной комедией, широко известной, которая является вообще там рекордсменом по числу постановок во всем мире. Это Марк Камалетти, Боинг, Боинг. Вот потом наша зрительница выиграла, я считаю, чудесную историю Алексея Арбузова, старомодная комедия. Это какое число? 26-е, 25-е вот Боинг-Боинг, 26-е старомодная комедия. 27-е число, 27-е июня, это еще одна современная комедия Коровкина «Тетки». И завершат гастроли брянчане не совсем обычным спектаклем, пластическим спектаклем. То есть оказалось, они танцующие, то есть то, что мы видели в видео, это действительно потрясает. Любовное наваждение. Но это, кстати, не единственная гастролера. Без слов, спектакль без слов пластический получается. Практически, да. И, в общем-то, опять же, в конце сезона нам помогают закрыть сезон. Наш самый главный театр белорусский, национальный академический театр Купалы, имени Янки Купалы, они привозят такую необычную тоже пьесу, радиопрудок по пьесе, по записям Андруся Горвата. Это и журналист, и блогер, и так далее, и так далее. Но я хочу обратить внимание наших слушателей и зрителей, то, что билетов будет очень мало. Всего 100 билетов. Так. В силу технологических особенностей спектакля. Уже началась продажа? По-моему, буквально сегодня билеты поступили в продажу. Их уже, по-моему, осталось что-то около 80. Да, так что вот, если хотите увидеть наших самых ведущих и главных артистов, вот, спешите. А куда отправится наша трупа гомельского, драматического? Вы знаете, наша трупа отправится, у нас обменная гастроли с Брянском, на самом деле, только смещается немножко. Сентябрь-октябрь, октябрь, по-моему, мы отправимся на гастроли в Брянск. Как свои спектакли повезем. А потом нам просто будет чуть-чуть пока не до гастролей, по-видимому. Потому как у нас юбилейные, значит, в декабре у нас и фестиваль, международный фестиваль «Славянские театральные встречи». Это очень большой кусок работы, напряженной для всего театра. И юбилей, фестиваль будет завершаться юбилеем. Поэтому вот, и у нас еще, как бы, мы открывать сезон, хотелось бы тоже, в общем-то, по традиции новым спектаклем. То есть у нас еще один будет спектакль репетироваться, еще одна премьера. В конце сентября ожидается. Вы тогда придете в начале сентября и все расскажете. Я думаю, правда, еще раз. Я думаю, кроме Брянска, пока мы на гастроли не сильно планируем, а потом... Вот на самом деле, видите, дорогие друзья, какая насыщенная такая вот жизнь, да, культурная у гомельчан. И все благодаря вот такому интереснейшему репертуару Гомельского областного драматического театра. И все не зря. Ведь действительно, 80 лет в этом году нашему любимому театру. А, кстати, знаете, что этот год юбилейный также и для Гомельского музея Дворцово-Паркового ансамбля. Музей исполняется 100 лет. По этому случаю музейные работники постоянно интригуют посетителей какими-то неожиданными проектами. Вот давайте узнаем прямо сейчас, что происходит в залах музея в эти жаркие дни. У нас на связи главный хранитель музейных фондов Дворца Татьяна Шот. Татьяна Алексеевна, добрый вечер. Добрый вечер, Наталья. Очень рада вас слышать в прямом эфире. Скажите, как вы спасаетесь от жары? Поделитесь секретом. А вы знаете, я хочу телезрителей программы «Замечательный добрый вечер, Гомель» пригласить к нам в музей. И они убедятся, что у нас гораздо прохладнее, чем на улицах города. Потому что парк сам по себе это уже оазис. И залы Дворцово также веют от них прокладой, но еще и историей. Замечательно. Скажите, пожалуйста, Татьяна Алексеевна, а какие вот интересные проекты представлены вообще этим летом в залах нашего музея, нашего Дворца? Ну, первое, мне хочется назвать международный проект. Это выставку «Братья Ткачевы. Начало пути». Мы о ней уже говорили, она работает, но работает она до середины июля. Поэтому у всех гомельчан и гостей города мы приглашаем посетить эту выставку. Это выставка двух замечательных художников-братьев Алексея и Сергея Ткачевых, народных художников СССР. Замечательная выставка, и у гомельчан есть уникальная возможность познакомиться с их творчеством. Еще у нас работает выставка «Во всем виновата время. Эволюция простых вещей». На выставке представлено более 500 предметов из нашего музейного собрания. Здесь самые разнообразные предметы, которые сружили, что называется, верой и правдой своим хозяевам, но все их время ушло. Это примусы, утюги, фонари, радиоприемники и телевизоры, всякие устройства, воспроизводящие музыку. Это очень интересно. Многое-многое другое. Советское время. Да-да? Да, я говорю, очень интересная выставка, как бы окунуться, вернуться назад в советское время. Спасибо большое. Татьяна Алексеевна, я вот знаю, что в эти самые дни вы заняты подготовкой очень важного проекта, вот лично вы и музей нашего Дворцово-паркового ансамбля, проект, с которым наш музей отправится в Москву в ближайшее время. Расскажите нам подробнее, пожалуйста. Да, действительно, мы приглашены для участия на мероприятиях, посвященных 110-й годовщине со дня рождения нашего прославленного земляка Андрея Андреевича Громыка в деловой и культурный комплекс посольства Республики Беларусь Российской Федерации в Москву. Мы подготовили выставку, которую назвали Андрей Андреевич Громыка, выдающийся дипломат 20 века, памятная. Мы постараемся этой выставкой воспроизвести ту атмосферу малой родины, которая сыграла большую роль в жизни будущего дипломата. Мы помним, что Андрей Андреевич родился в деревне Старая Громыка Ветковского района, где прошло его детство. И там была такая атмосфера по его воспоминаниям в книге памятная, которая стала архиважной духовной средой, как я уже сказала, для будущего дипломата. Мы примем участие, мы представим свою выставку и надеемся, что она там пройдет с успехом. А еще вот в рамках празднования 110-й годовщины со дня рождения Андрея Андреевича Громыка, в соответствии с планом Главного управления идеологической работы культуры по делам молодежи Гомельского областполкома, у нас в Ветке, в частности, пройдет научно-практическая международная конференция, посвященная этой дате. Так что на родине помнят, как я уже сказала, выдающегося дипломата 20-го века Андрея Андреевича Громыку. А кто захочет увидеть экспозицию, которая у нас во дворце, посвященная Андрею Андреевичу, добро пожаловать. Потому что это единственный музей у нас в Беларуси, из областных, который располагает в такой великолепной экспозиции. Татьяна Алексеевна, спасибо вам огромное. Я просто знаю, что вы действительно настоящий эксперт именно в биографии, в жизненном пути Громыка. И сколько мы лично общались, когда на экскурсии приходим. Вы знаете, будем ждать с нетерпением, и если получится, в следующую пятницу покажем хотя бы такой фотоотчет небольшой о вашей поездке в Москве. Действительно интересно, как это будет выглядеть там, наши фонды. Спасибо вам большое. Хороших выходных. Дорогие друзья, кстати, 20 июня в 19.00 в Белой гостиной Дворца Румянцевых и Паскевичей состоится очередная встреча в музыкальной гостиной Татьяны Старченко. Не пропустите, в ее июньской музыкальной гостиной будет звучать популярная и любимая музыка кино, но в камерном, интересном таком исполнении. Ну что ж, мы продолжаем прямой эфир на Беларусь 4. Впереди выходные. Какие у вас планы? Звоните в студию, пишите в Вайбере. Есть еще несколько важных мероприятий. Вот, например, что покажут в кинотеатрах Говеля в ближайшие дни. Так, для семейного подхода. Мультфильмы «Космическое приключение» и «Тайная жизнь домашних животных 2». Для любителей фантастики прохладные залы кинотеатров предлагают люди «Х. Темный феникс» и «Люди в черном интернешнл». Ну, для семейного просморта также подойдет приключенческий фильм «Питомец юрского периода». Кстати, ближайшие дни, также ближайшие будни, я бы сказала, также будут богаты на культурные развлечения. 21 июня в 12 часов дня в Центре инклюзивной культуры в Гомеле состоится шоу мыльных пузырей и ленточное шоу. В воздухе будут летать сотни мыльных пузырей. Я думаю, это всегда интересно, и не только детям, но и взрослым. Будут трюки с какими-то гигантскими пузырями, причудливые фокусы. Ну и, конечно же, такая уникальная возможность, о которой мечтает, мне кажется, даже каждый взрослый, возможность побывать внутри самого огромного пузыря. Итак, напоминаю, 21 июня в 12 часов дня в Центре инклюзивной культуры в Гомеле. Кстати, праздник продолжится и вечером в этот же день возле Ледового дворца. То есть, напомню, 21 июня Центр инклюзивной культуры приглашает на велокарнавал. И вот чтобы стать участником карнавала, надо придумать и создать себе и своему велосипеду, своему двухколесному другу какой-то образ и отправиться на велосипеде за положительными эмоциями и призами. В общем, дорогие друзья, украшайте свои велосипеды и самокаты и готовьтесь к велокарнавалу. Напоминаю, праздник состоится в Гомеле 21 июня в 19.30. Ну, вот столько мероприятий, которые мы, в принципе, смогли только вот так вот рассказать, показать. Как-то изменились ваши планы в ходе нашей программы на ближайшие выходные? Решили, может быть, сходить на шоу «Мыльных пузырей» или все-таки отправиться в кино? Вот у меня давню большое желание сходить. Никак не могу сходить в кино. Давно не был в кинотеатре. Сходите. Замечательные мультфильмы, вам это будет интересно. И прекрасный будет приключенческий фильм. Кинотеатры у нас сейчас прохладные, замечательные и с вкусным попкорном. Вы что-нибудь для себя выбрали, решили? Я, во-первых, я начну уже нервничать по поводу предстоящей премьеры. Во-вторых, я начну нервничать по поводу предстоящей премьеры. И, в-третьих, тоже начну волноваться и нервничать по поводу предстоящей премьеры. У вас есть велосипед? Велосипеда у меня нет. Был в детстве. Это хорошо мы задумываем, но у нас выходные самые рабочие. Самые-самые напряженные, самые жаркие. И утром, и вечером. Поэтому трудно где-то выбрать себе. Вы знаете, это очень ответственно. И вот наш программ желает вам удачи, желает интересной премьеры. Много-много зрителей, которые действительно вынесут, наверное, после этого спектакля для себя именно то, что вы задумали. Вот это, наверное, самое важное. Я всегда рада видеть вас в нашей студии. Мало времени осталось до конца эфира. Вот есть несколько сообщений от наших зрителей, кто как спасается от жары. Так, ну, многие в отпуске, кто-то на пляже. Главное, пишет нам Сергей, в такую жару не пить лимонад, только воду. Вот такой вот нам дает совет телезритель. А вот Ирине жара очень нравится. А Оксана вообще ее не замечает. Говорит, покажите мне эту жару. Утром еду на работу, не жарко. Вечером с работы устал и не замечаешь. Ну, счастливая, Оксана, вы просто... Она точно в доме или живет? Или вы трудяга дали такая счастливая, да. Ну, Михаил ныряет в душ пару раз за день. Ну, а Анна вообще всех успокаивает. Говорит, все скоро устаканится с погодой. Радуйтесь, пока тепло. Спасибо, Анна, за такой вот жизнеутверждающий совет. Ну, очень надеюсь, что советы наших телезрителей кому-то пригодятся в эти жаркие дни. Ну, а у меня, дорогие друзья, еще одна новость. Белорусский Республиканский Союз Молодежи совместно с Белорусским Государственным Музеем Истории Великой Отечественной Войны проводит молодежный марафон 75, который посвящен 75-летию освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков и победы советского народа в Великой Отечественной войне. И вот 18 июня этот молодежный марафон 75 прибудет в Гомель. Вот что это будет? Как Гомельщина готовится? Все подробности расскажет первый секретарь Гомельского областного комитета Белорусского Республиканского Союза Молодежи. У нас на связи Игорь Завалей. Игорь, добрый вечер. Добрый вечер. Игорь, вы знаете, мы так переживали, долго не могли вам дозвониться в прямом эфире. И очень рада, что вот сегодня мы в прямом эфире можем узнать все подробности. Расскажите, пожалуйста, как наша молодежь готова уже присоединиться к этому масштабному проекту? Да, наш регион не первый, который принимает этот марафон. Но тем не менее, нам, наверное, есть чем удивить. И хотелось бы, пользуясь случаем, пригласить жителей города Гомеля поучаствовать в этом замечательном событии. Там они смогут увидеть опен-эр «Цветы Великой Победы», который пройдет с 4 вечера до 6 вечера возле танка. Там они смогут погрузиться в атмосферу тех времен. Это работа связиста, будет развернут военный госпиталь. Будут проведены викторины, знаете ли вы военные звания. Ну и, конечно, для любителей сделать селфи. Там будет очень много интерактивных площадок, на которых они смогут это сделать. Но и самое главное, это, наверное, то, что нами будет передан собранный материал, который в дальнейшем войдет в альбом «Беларусь помнит». Этот альбом, который призван сохранить ту историю для наших потомков, о тех героях, благодаря которым над нами сейчас мирное небо. Спасибо вам большое, Игорь, за эту информацию. Мы желаем интересного мероприятия всем гомельчанам. Напоминаю, 18 июня в Гомель прибывает молодежный марафон 75. Вот только что всеми подробностями делился Игорь Завалей. Это первый секретарь Гомельского областного комитета Белорусского республиканского союза молодежи. Кстати, в преддверии 75-й годовщины освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков телеканал «Беларусь-4», дорогие друзья, предлагает всем нашим зрителям окунуться в историю создания самых популярных военных кинолент производства киностудии «Беларусьфильм». Вот сразу после нашей программы, после доброго вечера, смотрите сегодня документальный проект «Кинометры войны», который расскажет, как создавался один из уникальных художественных фильмов. Это полонез Агинского про молодого музыканта-разведчика. Я вам желаю хорошего просмотра, хороших выходных, несмотря на жаркую погоду. Берегите себя. Это была программа «Добрый вечер, Гомель» с Натальей Волынец. До новых встреч в прямом эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин